Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители! В этом видео я хочу вам показать вот такое вот искусственное растение, которое совсем недавно попало ко мне. Конечно же, очень много разных разговоров по поводу того, что нужны искусственные растения в аквариуме или не нужны. Каждый решает сам, конечно. Многие говорят о том, что это очень вредно, когда в аквариуме растения находятся, потому что они из полимера, потому что они пластиковые, потому что они там еще какие-то и так далее. Но на самом деле хочется сказать один такой маленький нюансик о том, что первое, за искусственными растениями не нужен такой уход, как за живыми растениями. Конечно же, я за то, чтобы в каждом аквариуме были именно живые растения, но за растениями живыми нужно ухаживать. Раз. За растениями живыми нужно постоянно следить, как и за рыбками, подкармливать и так далее. Два. Их нужно полоть. Три. И еще много-много-много всего. Однако есть у нас еще и дети. Дети-аквариумисты. Начинающие аквариумисты, которым за рыбкой будут нормально бы ухаживать. За растениями-то куда еще за растениями? Поэтому, конечно же, пластиковые растения, особенно вот такое вот чудо, которое я вам сейчас покажу, больше для детей, больше для детских аквариумов, которые стоят в детских комнатах, за которыми не нужно ухаживать. И еще один момент, опять же, когда говорят, что пластиковые растения погубят рыбу, вы никогда не думали о том, что из чего мы сейчас пьем воду? Мы также пьем из пластиковых бутылок. Сейчас в основном вся вода продается в пластиковых бутылках. Помимо этого, помимо того, что мы воду пьем в пластиковых бутылках, у нас, можно сказать, у каждого дома есть фильтр, который также пластиковый. У нас пластиковые окна и все-все-все-все-все-все-все пластиковое. Очень много пластиковых вещей. Поэтому особо бояться о том, что рыба умрет из того, что у вас будет стоять пластиковое растение, не стоит. Давайте откроем и посмотрим, что же это такое. Это, дорогие мои друзья, вот такие вот грибочки. Конечно, без воды они сейчас не стоят. Поставим сейчас в аквариум, будет стоять красиво. Но это не просто грибочки, они светятся в темноте. Данную покупочку я совершил за 280 с копейками рублей. Сделана эта вещь в Китае, конечно же. И это неудивительно. Сейчас большинство всего делается в Китае. Это украшение можно в аквариум поставить на присоску, чтобы оно никуда не делалось, чтобы оно стояло на своем месте. Ну вот, в принципе, и все. Давайте теперь посмотрим же, наконец-таки, как оно будет смотреться в нашем аквариуме. Обязательно подпишитесь на наш канал. А вот так вот, дорогие мои друзья, это будет смотреться в темноте. Я не думаю, что камера передает весь тот кайф, который сейчас ощущаю я. Наверное, это все-таки не так. Но смотрится очень здорово. Очень здорово. Камера все-таки не ночная, поэтому она весь этот эффект не передает. Вот здесь, если присмотреться, видно такую сеточку. Вот на камере, к сожалению, ее не совсем видно хорошо. Я думаю, что ребенок, если вы сделаете такой подарок своему ребенку, будет очень рад. Потому что это очень интересно и очень красиво. Просто обалденно. Конечно, если аквариум сделан в классическом варианте, такие растения будут смотреться, искусственные растения, будут смотреться не очень красиво, не очень эстетично. Но у многих, у многих детей в аквариуме цветной грунт, цветные рыбки, все это смывается, рыбку практически не видно, стоят всякие цветные гротики искусственные. Вот как раз для таких аквариумов вот это украшение и предназначенное. На самом деле, это лишь один вариант из тысячи других возможных светящихся растений. Просто почему я показываю это видео? Да потому что у нас еще нет ни одного видео, в котором бы я показал светящиеся искусственные растения. На самом деле, у меня есть еще три варианта, помимо этого растения. Давайте я вам покажу именно, как он будет смотреться в темноте, как они будут светиться. А это мы уже уберем. Поехали! Вот такой вот еще есть вариант, дорогие мои друзья. Видите, тут тоже есть грибочки и такая вот штучка в виде коралла. Смотрится тоже очень красиво, но она значительно в больших размерах. Стоит, соответственно, дороже, но и предназначена для больших аквариумов. Хотя бы литов на 50. Вот такие вот еще есть грибочки. То, как здесь побольше их, побольше, и размерами они больше. И последний вариант, который у меня есть на данный момент, это вот такие вот кустики. А то мы все грибочки, грибочки. Вот такие вот есть еще интересные кусты. Мне, конечно, очень жаль, что не передает все-таки камера тот самый кайф, тот самый эффект. Просто видно, что она чуть-чуть светится в темноте, и на этом, в принципе, все. В аквариуме это смотрится намного интереснее. Вот так, мои дорогие друзья, показал я вам свои светящиеся искусственные растения, которые у меня есть. Я надеюсь, что у многих родителей, у которых дети занимаются аквариумистикой, появилась идея для такого вот сюрприза, который можно предпринести своему ребенку. Какую-нибудь приятную вещь, порадовать, чем вы теперь знаете, что есть такие аквариумные растения. А у меня на этом, в принципе, все. Всего вам доброго, и до новых встреч в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok